всем привет вы слышите алексея халецкого и наверное некоторые из вас удивятся что у меня на канале есть обзоры и настольных игр да 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 они выходят не часто просто потому что не получается у меня в них часто играть встречаться с друзьями и так далее но тем не менее это происходит и вот сейчас будет обзор на игру колонизаторы в русской локализации или катан в английской ну а вас я призываю заглянуть плейлист по обзорам настольных игр ссылка на него появляется в верхнем правом углу либо есть в описании к этому видео и посмотреть там много интересных и подробных обзоров так например есть обзор настольной цивилизации но на самом деле я стараюсь играть в настолки попроще потому что не хочется тратить много времени только чтобы разложить ее на столе а потом еще разбираться в правилах часами просиживать над одним ходом в принципе так было с настольной цивилизации я даже для вас целую партию как-то записал но все-таки подобные игры меня не очень устраивают мне нравятся настольные карточные игры в которые можно сыграть быстро и вот колонизаторы пожалуй одна из самых лучших игр для того чтобы познакомиться с настолками и полюбить их особенно если вы ценитель пошаговых стратегий компьютерных я думаю таких большинство на моем канале оригинальная игра под названием дизидлер фон катан была создана немцем клаусом той берем аж в 1995 году и с тех пор претерпела множество переизданий входит во множество топов и проходит даже чемпионат мира по этой игре дизидлер фон катан с немецкого переводится как поселенцы или колонизаторы катана поэтому мне например российская локализация простое слово колонизаторы нравится больше чем английская катан потому что катан кажется что это что-то связанное с катаной с битвами а вот колонизаторы очень точно передает суть и на самом деле игра офигенно похоже на развитие города в циве вкратце что вам надо сделать сначала игроки на поле расставляют свои поселения по 2 штуки на каждого кстати в игре могут участвовать от 3 до 4 человек лучше всего конечно 4 после чего начинают собирать ресурсы и с помощью этих ресурсов либо строить города либо дороги либо покупать улучшение для себя причем ресурсы собираются вот вокруг города как это происходит и в цире дороги нужны для того чтобы во первых мешать расселяться вашим соперникам во вторых чтобы ставить свои города потому что вы можете поставить ваш город хотя я говорю город это не совсем правильно выставить сначала поселение который которая потом может улучшиться до города вот поселение можно поставить только если она соединена с другим каким-то вашим поселением дорогой причем это должно быть не соседние клетки а хотя бы через одну собирание ресурсов реализовано очень просто игроки кидают два кубика смотрят сколько выпало в сумме например 5 ищут на игровом поле какая клетка отвечает за цифру 5 причем этих клеток будет 2 и города соседствующие с этой клеткой этот ресурсы получают причем все игроки правда тот кто кидал кубик будет его получать в двойном размере то есть если мой соперник например выбросил на 2 кубиках цифру 5 она соответствует лесу и с этой клеткой соседствует мое поселение я получаю карточку леса если же я кидал кубик то я бы получил два леса ресурсы тратятся буквально на несколько вещей которые быстро запоминаются строительство дороги апгрейд поселения в город покупки карточки развития и обмена ваших ресурсов какой-то другой ресурс вот и все собственно цель игры набрать 10 победных очков одно очко дается за каждое поселение два очка дается за каждый город еще два очка дается игроку у которого будет самая длинная дорога еще два очка игроку первому выставившему армию из трех рыцарев но не думайте здесь нету никакой на самом деле войны или битв это эти рыцари тоже покупаются за ресурсы это те же самые карточки развития то есть вы купив карточку развития можете получить карточку рыцаря и набрав три штуки в итоге призовые очки и последнее одно очко начисляется за соответствующую карточку раз все 10 победных очков благодаря такой системе игры проходят быстро игроки которые первый раз садятся за партию в колонизаторы быстро в ней разбираются то есть вот на этом видео которое вам показываю с нами играли две девушки которые очень быстро поняли как играть и одна из них даже победила в итоге а для человека игравшего в пошаговой стратегии и занимавшегося микроменеджментом своих городов так колонизаторы вообще кажется родной стихии единственный минус который можно посчитать действительно минусом это рандомность потому что все таки многое зависит от кубик но и здесь есть место стратегии потому что на цифрах написано вероятность выпадения 8 и 6 будут выпадать чаще всего 2 и 12 реже всего соответственно и стратегия расстановки заселения ваших городов диктуется тем как часто будут выпадать те или иные цифры на кубик более того чаще всего выпадающая цифра 7 вообще на карте отсутствует это так называемый разбойник когда выпадает цифра 7 игрок и выбросивший переставляет фишку разбойника на другую карточку суши эта карточка перестает работать то есть оттуда уже не забудет получить ресурсы ну и самое главное если вы накопили более 7 карточек ресурсов то половину из них вам придется отдать таким образом решается проблема долгого накопления вам надо постоянно ваши карточки использовать вот собственно и все вот вся вся игра забыл кстати добавить что карточки ресурсов вы можете обмениваться не только между игроками но и с банком правда по грабительскому курсу один к четырем то есть вы отдаете четыре своих ресурсов и получаете всего лишь один либо выведя вашу нацию к берегу и поставив там город на определенных местах на берегу появляется возможность торговать конкретными ресурсами за более низкую цену например деревом 2 к 1 опять же зависит от того как вы расположите ваши города поэтому именно между людьми круче всего и происходит торговля но при этом вы понимаете что вы можете помочь сопернику развиться лучше здесь тоже появляются элементы знакомые вам по ффа сериалом в циве когда вы торгуетесь пытаетесь выговорить себе лучшие условия но при этом нету в игре каких-то подстав или гадостей которые присутствуют некоторых других играх и могут наверно нарушить дружескую атмосферу партии максимум что вы тут можете сделать это вот этим разбойником поставить фишку на клетку соперникам чтобы они не получили ресурс но опять же это и рандом и выпадение кубика от этого зависит и нельзя это признать каким-то негативным фактором это игра про развитие то есть если вы в циве любите сидеть строить домики они воевать то вот колонизаторы это именно про вас и познакомить ваших друзей с настольными играми по моему с помощью колонизаторов будет в самый раз она проста быстро высвоение и быстро скорости партии 40-60 минут партия точно закончить ну и каждая игра будет оригинальной потому что поле можно раскладывать как вам хочется цифры выпадающие на кубиках тоже можно раскладывать как вам хочется то есть практически двойной рандом хотя в правилах есть рекомендуемая расстановка поля для новичков надоестным так играть всегда можно попробовать случайные случайную расстановку тайлов так что катан а к колонизаторы я несомненно рекомендую всем начинающим любителям настолок всем кто боялся начинать играть в настольные игры да и прожженным мастерам бумаги ручки и кубика я уверен будет интересно хотя они явно о колонизаторах знают и я им не открыл ничего нового на этом все вы слышали алексея халецкого не забудьте еще раз напоминаю заглянуть в плейлист по настольным играм там я рассказывал о других интересных проектах за которыми я провел много времени сидя за столом и играя с друзьями обратите на них внимание а на этом все всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока